2024 год обещает быть насыщенным и интересным. Новые открытия, мероприятия и достижения ждут регион в различных отраслях. В сфере образования, строительства школ, обновления материально-технической базы образовательных организаций и оснащения их современным оборудованием, а также профессиональное развитие педагогических работников. У нас еще есть строительство двух. Второй корпус губернатского лицея и Новоскласская школа. Продолжим работу над IT-кубами, будем так говорить, точки роста и кванториума. Кванториум в этом году у нас будет три. Мы два в городе Ульяновск, где есть больше всего детей, и, соответственно, в городе Демитровграде. Занимаемся на развитии новых мест дополнительного образования. Поэтому здесь инфраструктурно развиваемся очень серьезно. В культурной сфере активно идет строительство нового здания Палеонтологического музея в Ундерах. На финишную прямую выходит реконструкция ТЮЗа. Уже в этом году ульяновцы смогут посмотреть спектакли на новой сцене. В 2024 году отремонтируют два сельских клуба в Корсунском и Маинском районах. Появится новое оборудование и в других сельских ДК и школах искусств. В течение года в регионе пройдет больше тысячи спортивных мероприятий. Спартакиада, СУЗов, традиционная легкоатлетическая эстафета и многое другое. Нам важно развитие адаптивного спорта, особенно в условиях специальной военной операции с переходом парней. Конечно, крайне важно, у нас достаточно популяризации спорта среди организованных. Организованных групп населения хорошо, среди школьников, студентов. Но усилить работу с трудовыми коллективами необходимо для того, чтобы усилить спартакиады, трудовой коллектив, для того, чтобы как можно массовое количество людей занималось спортом. В молодежной сфере множество обновлений. 20 тысяч молодых людей было вовлечено в реализацию общественных проектов Ульяновской области. В 2023 году в регионе был создан первый многофункциональный молодежный центр «Дом молодых». Здесь все для активной деятельности, лектории, каворкинг, студии звукозаписи и видеозаписи, актовый зал. Подобный центр планируется открыть и для волонтеров. Есть запрос от волонтеров по созданию некого волонтерского центра. Безусловно, всем очень понравился «Дом молодых». Но небольшая какая-нибудь площадка для того, чтобы волонтеры могли активно реализовывать свою деятельность. У нас открыт штаб, мы вместе. У нас все штабы функционируют в муниципальных образованиях. И для полноценной координации требуется тоже своя площадка. В этом году профильное министерство подаст заявку на создание молодежных центров в Димитровграде и Новоспасском районе. Реализация проектов запланирована на 2025 год.